Здравствуйте! Снова мы встречаемся через 20 лет после тех записей. Мне сказали на сайте наши сотрудники и друзья, что оказывается в старых записях, которые идут по поводу Шмона Исрей, не хватает и еще одной брахи или благословения. Это по номеру 9, Барех Алейну, благословение о том, чтобы год был хороший и прочее. Мы об этом поговорим сейчас, но тоже не хватает, и я сейчас восполняю как-то. Будем надеяться, что вам понравится, и это станет как единое целое, потому что действительно за 20 лет многое что изменилось с точки зрения и знаний Торы, и понимания, и с точки зрения вас, те, кто были 20 лет назад, наверное, уже намного больше всего знают и понимают. Те, кто новые присоединяются из других стран тоже, тоже по-разному. Вы слышите, не видите, слышите разницу. Надеюсь, что будет хорошо. Итак, у нас благословение называется Берката Шаним, благословение на год. Отмечу также, что в этом благословении или в этой брахе мы просим по-разному, в зимний период и в летний период. Для того, чтобы сказать правильное благословение, год делится на две половины. Одна начинается с Песоха и до окончания осенних праздников Шмини-Ацерет называется, или Симхат Тора. Там переходим в зимнюю половину. И там это продолжается до Песоха. Значит, я об этом тоже скажу, когда мы будем читать. Итак, я читаю, и еще хочу напомнить, что чтение текста по Сидуру Ашкенасскому. Так мы постановили, так сделали 20 лет назад, и я продолжаю, чтобы не менять. У нас есть три основных вида Сидура – Нуса-Хашкенасский, Сфард – это в основном те или иные хасидские направления, и Адота-Мизрах – евреи восточные, из Ближнего Востока, Северной Африки и других стран, называется Адота-Мизрах. Есть еще и Таймани, в Йеменске, тоже Сидур, он отличается. Вот, пожалуй, и все, что можно здесь сказать. Но мы возвращаемся и так к началу. Я начинаю. Надеюсь, что в руках у всех Ашкенасский Сидур, иначе у нас будет разночтение. Если нет, то можно тоже продержаться, но лучше, чтобы был одинаковый Сидур. И мы начинаем. Браха, благословение. Я уже говорил, что как учитель я имею право произносить имя Всевышнего, хотя мы так не делаем, молитвами произносим его, а в разговорах нет. Но как учитель я могу для того, чтобы все слышали произношение само. Иначе я буду говорить, Ашем в беседах так и надо. Но когда мы молитву изучаем, мне кажется, правильно услышать произношение. И так я снова говорю. Барех, благослови. Я паузу сделал не случайно, потому что на иврите так нельзя сказать. Это редчайший документ. Барех оттану, надо сказать. Благослови нас. Или если нужно, ам-исраэл, барех, это ам-исраэл, это ам-эха, ам-исраэл, бне-исраэл. Все что угодно. Барех алейну нельзя сказать. Алейну это на нас. А если на нас, надо было сказать, дай браху на нас. А барех это действие и на нас. Это тяжело и так не бывает, но здесь наши учителя, а это времен пророков, это не сейчас что-то придумано. Со времен пророков так сказано. Барех алейну ад-на-элогейну. По-русски переведем, не утруждая себя чересчур, это не нужно. Дай браху на нас, спусти с неба поток благословения на нас. Всевышний, который управляет нашей судьбой. Продолжаем читать. Это шана азот. То есть спусти сверху с неба благословение на этот год. Теперь я уточняю, потому что мы уже прочитали следующие слова. Это шана азот. Барех алейну ад-на-шана азот. Этот год. Подчеркиваю, этот год, нам это надо будет помнить, когда мы скажем в конце, там будет немножко иначе. А пока мы говорим этот год. Вет кол ми не твуата летова. То есть этот год, год женского рода на иврите, и поэтому говорится вет кол ми не твуата. И также все виды урожая, все, что только порождает этот год, все абсолютно, мы просим, чтобы пришло благословение. И мы тоже должны будем понять, почему должно прийти благословение, а не сам урожай. Есть урожай, и уже хорошо. Нет, нужно, чтобы пришло благословение на этот урожай. Потому что говорится, вет кол ми не твуата летова, чтобы это пришло к добру. Ветен, скажем летний вариант, потом скажем и зимний тоже. Пока по летнему. Ветен браха апне гадама. И дай благословение на поверхность земли. Или попросту говоря, на землю. И так нас должно тут, это же молитва, мы должны понимать, что мы просим, чтобы урожай был, и еще, чтобы браха благословения пришла на землю. Как может быть урожай, если не придет браха на землю? Или как может быть браха на землю, и не будет урожая? Поэтому наши учителя это учли, и научили нас очень многому. Прежде всего, чтобы пришел урожай. Дай браху, по-русски так скажем, дай браху, чтобы пришел урожай. Это значит, чтобы я в этом году жил не впустую. Чтобы был результат моей работы. Я говорю, я это не я, имеется в виду каждый из нас. Сделать так, чтобы этот год не был впустую. Чтобы был урожай. Но этого мало, потому что, может быть, и в Торе приводятся примеры, когда есть огромный урожай, колоссальный урожай, а пользы нет. Например, человек болен. Что с того, что магазины полны товаров? Допустим, еды, и не только еды. Всего, что тебе нужно. Все есть в магазинах. И деньги у тебя есть. Потому что это браха связана из парноса, с материальным благополучием. У тебя есть деньги, и в магазине все есть. Два элемента нужно. Чтобы в магазине было, и деньги были. Почему же написано «Летова», чтобы это к добру было? Ведь я же все равно выбираю, что я хочу. Так я выберу, наверное, к добру. Я знаю, что мне хорошо, и я куплю именно это. Нет. К добру, чтобы это действовало на тебя хорошо. Есть полно продуктов, не продвигающих здоровье человека, а полувредных таких. Есть полно материальных ценностей, которые наполнены глупостью, толкающих человека на неудачные поступки, на бездуховность, на безмозглость. Так это не «Летова». «Това» — это добро. Поэтому мы просим, ведь дай, чтобы урожай был «Летова», чтобы он продвинул меня на что-то хорошее. Поэтому, говорится, в «Колмене» все виды, все, что только в жизни, все, что я зарабатываю, моя зарплата, и то, что я покупаю, все, чтобы только было «Летова». И дальше, как мы сказали, летний вариант. «Ветен браха», «Апнея дома», и также дай браху на поверхность земли. А именно, потому что если не дать браху на поверхность земли, и магазины, как говорится, ломятся от продуктов и товаров, и деньги у тебя есть. Но произрастают нездоровые вещи, больные вещи, зараженные вещи, что из того, что продуктов много, если они заражены разными мушками, червяками и прочим, или болезнями. Химикалии сегодня, тогда не было сегодня вредных химикалий, и все. Поэтому и говорим, «Ветен браха», «Апнея дома», чтобы земля производила все это «Летова», чтобы было добро. Более того, почему говорится «Апнея дома», почему на поверхность, «Пнея» по ним, это такой простой перевод, это то, что видно, поверхность. Ты видишь человека, ты видишь его лицо, ты видишь его поверхность, его кожу и тому подобное. Почему мы говорим о поверхности, а что если глубже, там хорошо все. Поэтому «Пнея дома» имеется в виду не поверхность, а «Пнею», «Поним» суть. То есть, чтобы материальное благополучие в сути своей было хорошее. Не каждый шекель, рубль или доллар приводит добро. Поэтому мы просим, чтобы это было добро. Поэтому это благословение, которое говорит о годах и о сельскохозяйственном цикле, скажем так, это на самом деле называется браха на парноса. Это на достаточность материальную, это на благополучие. Это браха определяет у нас благополучие в этот год. И благополучие, по-русски правильно говорится, благополучие. Чтобы получить благо, а не что-то другое. И это не измеряется только деньгами. Миллионер, который болен, ни про кого не будет сказано. Язва желудка. Он не пользуется благами, он с трудом что-то ест, чтобы чуть-чуть продержаться. И так далее. Пример очевиден. Значит, я продолжаю. Значит, итак. И чтобы насыть наш, чтобы мы были сытыми, насыщенными от добра этой земли. Только что мы говорили. Панемиют Адама. Очень интересно, что тут говорится Митува. И есть Сидуры, где говорится Митувех. Казалось бы, Митувеха логично. И сделать так, чтобы мы насытились от твоего добра. От того, что ты нам даешь. Однако, большинство учителей, и среди них Великий Виленский Гаон, который, как бы, самый, можно сказать, такой, а также Мишнабрура, Хафицхаем, они написали, что правильно Митува. То есть, дай нам благословение, насыть нас от ее добра. Митува – это туф шела. От ее добра. Кого ее? Говорится про землю. Мы же понимаем, что речь это о земле. Имеется в виду эра цисраэ. И тогда получается, что любой еврей, Виленский Гаон жил в Вильно 200 лет назад, не в Израиле. Хафицхаем Великий жил в Литве тоже, в Радин, городок Радин, не в Израиле 100 лет назад. Почему говорится Митува, имеется в виду эра цисраэ? Потому что еще один важный урок. У нас тут много уроков в этой прахе будет. Еще один важный урок, что все благословение, которое в мире существует, корень ее в эра цисраэ зависит от того, что и как мы, евреи, делаем в эра цисраэ. Даже когда нас тут было мало, дело в том, что эра цисраэ никогда не была без евреев. После того, как мы пришли во главе с Йошуа Бенун, Моше Рабейну привел нас к Израилю. И во главе с его учеником мы вошли в Израиль, в землю Израиля. С тех пор всегда евреи были, даже в самые тяжелейшие времена. Пусть горстка, но всегда. Держались буквально, чтобы только не оставить землю. Почему? Потому что благословение на весь мир зависит от нашей духовной работы в Израиле. Поэтому здесь говорится, от нее, от кого от нее, мы же говорили только что, про Адама. Так что такое она? Она это эра цисраэ. И я продолжаю. Уварек шнатейну кашаним атовот. И наш год, шнатейну шанаашилан, и наш год благослови так, как хорошие годы ты благословлял. У нас были хорошие годы, у нас были очень хорошие годы, просто хорошие годы, другие годы. Вот так как хорошие годы, чтобы такое благословение пришло к нам. Теперь я возвращаюсь чуть-чуть назад, прежде чем мы завершим это благословение. И что зимой, после того, как кончаются осенние праздники, мы говорим уже слова не браха, мы не говорим вэтэн браха и дай браху, а мы говорим иначе. Вэтэн таль уматар левраха. И дай нам таль, это роса. Дай нам росу. И матар, это дождь левраха. Потому что дожди начинаются у нас после праздников, и поэтому учителя постановили после праздников говорить эту браху до Песаха, но с поправкой, чтобы это было хорошо людям, а все были тогда во времена храма в Иерусалиме, чтобы люди могли вернуться, прийти к себе домой. Им на это давалось две недели. Поэтому через две недели после Шмини Ацерет, а именно седьмого дня месяца Хешван, мы начинаем эту браху, этот отрывочек, таль уматар левраха. Уж тогда уже дождь точно будет хорош. Иначе, тогда эти ходили же пешком, иначе под дождем что хорошего будет. Поэтому дождь должен быть ночью, ты должен спать дома, а не в пути где-то в полях, в палатках каких-нибудь, в хижинах и шалашах. Поэтому, чтобы было все хорошо, нам даются две недели, и дальше до Песаха мы это говорим. Так что мы говорим? Я еще раз говорю. Таль уматар левраха. Таль – это роса. Роса – это то, что смачивает землю рано утром. Все, кто знает, как устроено природное явление, знают, что рано к утру, когда прохладно, наиболее прохладно из суток, я говорю особенно про Эрицисраэль, потому что дневная жара или тепло постепенно за ночь расходуется, поэтому к утру наиболее прохладная точка дня. Потом опять начинает нагреваться. Раз наиболее прохладно, то не нужно знать много физики, но мы учились в своем школе, мы понимаем, что тогда конденсация начинается, и воздух выжимает из себя капли воды. И эта вода, мы находим ее на листьях, на траве, на земле. Это называется таль. Это природное явление. Мы сейчас скажем еще и более глубокое что-то. Но дай вот это природное явление, чтобы земля была смоченной, влажной. И мотар, дай нам не только влажность, зимой этого недостаточно, нам нужен дождь. Чтобы мотар, чтобы дождь пришел. То есть и влагу дай, и дождь. Казалось бы, если есть дождь, то будет влага. Дождь может идти и ночью тоже, и днем, и вообще все может быть. Но нет. Мы хотим, чтобы какая-то загадочная роса пришла. Зачем нам зимой эта роса? Дело в том, что в наших книгах, в Талмуде, в книге Зор, таль, роса, сравнивается с элементами оживления мертвых даже. Таль приносит оживление. В природе это очевидно. Роса приносит влагу земле, и поэтому всякие нужные, очень полезные, их полно насекомых, миллионы, миллиарды, муравьи и прочее, они получают эту каплю воды, оживляются, разрыхляют землю, приходит урожай. Вот что такое таль. Кроме того, само слово таль, гематрия 39, имеет свой глубокий смысл, связанный с исправлением всего мира, ни больше, ни меньше. И недаром у нас есть 39 видов работ в субботу, которые мы не должны в субботу делать. Потому что суббота вся связана с завершением сотворения мира, и поэтому в этом завершении эти 39 видов работ не надо впутывать, надо дать ему уже, всему уже завершиться. И поэтому этот таль связан с этим завершением, с возрождением, со всем самым хорошим, что только может быть. И, конечно, я говорю, только здесь самые поверхностные вещи. И матар тоже дождь. У нас есть и гешем дождь, и матар есть, йоре, молкош. У нас есть много названий для дождя. Здесь используется матар. Матар связан с пониманием матара, цель. Надо, чтобы дождь имел цель. Не просто сверху вываливали с неба тонны воды, тысячи тонн воды, а чтобы это была матара, чтобы это была цель духовная. Какая цель у дождя? То, что начинается с таль. Таль – это возрождение. Мы должны возрождаться каждый год. Матар, чтобы реализовало это. Сначала таль как корень духовный, матар как реализация. И просто это мы просим еще ли врага. И когда мы просим? Зимой. Потому что это время, когда это происходит в мире. И так Всевышний это сделал. Значит, мы это тоже уже прочитали. И дальше мы читаем «Васабейнум и Тува». И мы будем насыщены. Мы будем сыты. Мы не будем голодны. Чем? Вот этим всем, что на святой земле Израиля происходит. Мы уже сказали это. Уварек шнатейну кашанима-то вот мы тоже сказали. И дай нам браху в этот год, как хорошие годы. А теперь, смотрите, чудо. Что-то неожиданное. Вот послушайте. Кончается браха. Что бы вы ожидали? Что преклоняемся перед тобой Всевышний? Что ты нам даешь этот год хороший? Мы же просим, чтобы этот год был хороший. Мы должны поблагодарить, что год будет хороший. Вместо этого послушайте. Баруха та Адонай. Меваре гашаним. Преклоняемся перед тобой Всевышний, который дает браху на годы. Который каждый год. Но мы же просим на этот год. Прямо говорится, что этот год. У барех шнатейну. Не шнотейну, а шнатейну. Это шана шилану. Это год. Более того, начинается браха вообще напрямую. Смотрите. Барех, алейна, дна, алейну. Это шана азот. Этот год благослови. Почему в конце должны мне сказать. Преклоняемся перед тобой, что ты благословляешь наш год, этот год. Почему мы барех шаним. И здесь квинтэссенция всей этой брахи и благословения. А именно. Мы как евреи должны приучить себя видеть, что каждый год благословенный. Что бы ни было. Есть засухи. Есть ливневые дожди. Есть слишком много воды. Есть слишком мало воды. Есть достаточно. Есть хорошо. Есть больше. Есть меньше. Всегда это браха. Потому что мы ведь не знаем, что будет. Мы не знаем, что после этой зимы будет летом. И следующей зимой. И еще следующей зимой. Мы ничего не знаем. Поэтому мы говорим сразу. Мы барея шаним. И этим. И вот тут внимание. Мы выражаем благодарность Всевышнему за все, что с нами происходит. Помните, что это браха, это про парноса, про материальное благополучие. Какое бы ни было у нас благополучие, больше, меньше, лучше, хуже, мы говорим спасибо. Если еврей не говорит спасибо, если еврей не имеет чувства благодарности, воспринимает ситуацию как должное, ему что-то дали, ему сделали какое-то добро, ему помогли, он считает, что это должно, ему положено. Не важно кто, твой друг, сосед, государство, мы говорим о еврейском государстве, государство, ситуация в мире, на работе, все что угодно может быть, кто угодно может быть, а ты считаешь, что тебе положено, ты, и вот послушайте, это просто даже произнести невозможно. В Талмуде говорят наши учителя, ты безбожник, ты молишься эти молитвы, ты веришь во Всевышнего, ты преподаешь лекции о Талмуде и прочее, прочее, но ты безбожник. Только потому, что у тебя нет чувства благодарности. Ты там не знаешь, может быть еще и какой-то великий ученый в Торе, я надеюсь, что нет такого, но теоретически может быть. Ничего не помогает. Если у тебя нет в сердце чувства благодарности, ты безбожник. И Мошер Абейну получил Тору, потому что он, как известно, был самый скромный человек на земле, мы это знаем, много говорили, но у него еще была черта. У него было чувство благодарности, вплоть до благодарности реке Нил. Не человеку и не доброму животному, которое его там спасло где-нибудь, а река, которая вообще, казалось бы, не живет, не дышит, ни души, ничего нет. Это ошибка, все живет и все дышит. Река, река Нил, которая ничего ему не сделала, просто его мама спрятала его, как мы помним, в корзинке, и он там в этой корзинке, коробке продержался, пока дочь фараона его не спасла. И, соответственно, он не умер там. Он испытывал чувство благодарности к реке. И поэтому, когда Всевышний сказал, что надо ударить по реке Нил, чтобы эта река стала как кровь, Мошер понимал, он будет выполнять все, что Всевышний делает, но когда есть возможность, можно сделать это же, но чуть-чуть иначе. Не меняя ничего, рядом был его брат Аарон, и он сказал Аарону, ты ударь по реке. Тот же самый эффект, тот же его брат, но его брат не был спасен в реке, он родился за три года до этих несчастья, которые постигли еврейский народ и, соответственно, рожденного Мошера, маленького Моше. Но я там был спасен в этой корзинке, я не могу ударить. А вот и свяжите это с получением Торы. Только так можно получать Тору, и только так мы понимаем. Человек, который не имеет чувства, не испытывает чувства благодарности ко всему, тем более к другому человеку, тем более к товарищу, тем более к учителю и так далее, к Иилу Эйн-Ла-Ка, он просто безбожник. Ничего не поможет, никакие его качества ему не помогут. Он безбожник. Как потрясающе. Поэтому нам говорится, Варуха Таду, Наим и Варе Гошаним, преклоняемся перед тобой, что ты годам жизни нашей даешь благословение. Не этому году, а всем годам. Я думаю, хорошее разрешение, спасибо за внимание. И мы немножко, я надеюсь, расширили понимание того, что мы, как евреи, каждый день произносим, о чем каждый день мы просим. Всего доброго, до свидания. И чтобы годы были хорошие для всех. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok